Да, уже начинает складываться впечатление, что скоро в Голливуде появится новое правило. Если вы хотите, чтобы у большего количества мужского населения планеты случился краж на вашего анимационного персонажа, зовите Хейли Стэнфилд. Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. С вами, как всегда, Игорь. Я хотел бы поделиться сегодня с вами своими впечатлениями после просмотра фильма Spider-Man Across the Spider-Verse. Я смотрел его в оригинале, поэтому не знаю, как его перевели пока что на русский язык. В любом случае, я думаю, вы прекрасно знаете, о каком фильме идет речь. Сразу хочу сказать, что отправился на посмотр достаточно скептично настроенным. Нет, я знал, что в конечном итоге меня ждет прекрасное зрелище. Но учитывая бешеный хайп вокруг этого фильма, какую-то сумасшедшую высокую оценку на IMDb 9.1, выше даже, чем Темный рыцарь Кристофера Нолана, ну, я что-то достаточно скептично относился к тому, что этот фильм сможет действительно совпасть с ожиданиями, с тем хайпом, который он создал вокруг себя. И в целом, в целом, я не разочаровался. И именно благодаря тому, что у меня случился вот этот вот эмоциональный лифт, когда ты приходишь, не ожидая ничего особенного, но получаешь действительно очень хороший качественный продукт, я решил сделать этот обзор. Прекрасно понимаю, что я не тот блогер, который влияет на мнение масс, в плане того, стоит ли пойти посмотреть фильм какой-то или нет. Если еще в сериальном мире у меня есть какой-то определенный маленький вес, то в фильмах нет. Но я в любом случае хочу поделиться именно здесь своими впечатлениями и попытаюсь объяснить, почему этот фильм все-таки заставил меня сделать обзор. Начнем с того, что визуально это 100% лучшее, что вы увидите в этом году. Может быть, конечно, еще будет что-то круче, но я, если честно, сомневаюсь. Последний раз, когда у меня было такое впечатление от картинки, было во время просмотра Аркейн, главную героиню которого тоже, кстати, озвучивала Хайли Стэнфилм. Везет девочке на проекте, тут ничего не скажешь. И несмотря на то, что стиль анимации, сделанный для Спайдермена, в первом фильме произвел на меня впечатление чисто технически, я не получил эстетического от него удовольствия. Ну, просто не мое. Да, я понимаю, что передо мной прекрасная анимация, но я не получаю от этого какого-то морального удовольствия, то во время второго фильма каждая картинка настолько насыщена, настолько прекрасно обработана, настолько несет в себе не только визуальные, но и какую-то смысловую нагрузку, что даже несмотря на то, что ты находишься в кинотеатре, рука невольно тянется вниз в поиске пульта, чтобы поставить на паузу и разглядеть каждый кадр детально и разобрать, что же тебе показывают. Складывается ощущение, что для этого фильма собрали лучших аниматоров со всего мира и каждому дали не то, чтобы максимальную свободу, но дали возможность достигнуть своего максимального потенциала. И этот фильм идет два с лишним часа. И до самого последнего кадра вот это вот ощущение, что ты видишь что-то прекрасное перед собой, оно не покидало. И во многом это из-за того, что, как я уже сказал, кадры наделены не только визуальной какой-то красотой и искусством, у них также есть и смысловая нагрузка. Видно, что и цвета, и выбор стиля в каждой анимации, в каждом городе, в каждом локации, в которые попадают наши герои, он действительно обдуман. И из-за этого ты, грубо говоря, не устаешь, потому что мозг постоянно переключается на сюжет, на какую-то смысловую нагрузку, и когда ему дают передышку, он снова получает удовольствие от прекрасной картинки, которую он видит. В этой бочке меда есть небольшая ложка дегтя, опять же, лично для меня. Особенно это выражается в экшн-сценах, когда начинаются какие-то драки, сражения, что-то драйвовое происходит на экране, я теряю фокус, потому что количество деталей, передающихся в каждом кадре перед тобой, не дает возможность мне, как зрителю, успеть получить всю информацию, которую я хочу получить в данном моменте. Когда происходит какая-то свадка, лично у меня фокус, он как бы распыляется, потому что я вижу в этом моменте какую-то интересную деталь, в этом кадре какую-то интересную деталь, и нету полного погружения и полного сопереживания тому, что происходит на экране. Это то, что должно быть во время схватки. Ты должен быть полностью сфокусирован на главном герое и на его, естественно, визави. Я не хочу, чтобы это прозвучало так, как вроде бы схватки мне не понравились. Нет, вполне нормально, хорошо, драйвового смотришь, действительно, как бы понимаешь, что то, что происходит на экране, это действительно там высокие ставки, драки и так далее, но я не могу сказать, что я прям прочувствовал и проникся. Если брать лично для меня один из тех компонентов этого фильма, который сработал слабее, чем остальные, то это будет как раз именно схватки. А вот что в плане экшена и визуального, скажем так, динамичного передвижения анимации для меня сработало просто на ура, это именно что передвижение по городу. Да, вот когда наш главный герой, например, есть одна сцена, где он вместе с другим персонажем, они просто перемещаются по городу. И то, как показана легкость и свобода Спайдермена, перемещающегося в своем родном городе, это было показано настолько прекрасно, что я чуть ли не сам почувствовал, как вроде бы я вот так вот переношусь сейчас прямо в городе. Последний раз, когда я чувствовал что-то похожее, это когда я играл последних Спайдерменов, которые вышли вот на Sony PlayStation. Надо бы вставить рекламу о том, что у меня еще есть летсплей-канал, где я прохожу компьютерные игры, но учитывая то, что я не играл там в Спайдермена, мне нет там летсплеев, вы уже на свой страх и риск заходите, смотрите, если те игры, в которые я играл, вам нравятся, замечательно, если нет, ничего страшного. Мне кажется, что после экшена логично сразу перейти к саундтреку, потому что они очень хорошо друг друга дополняют. И саундтрек здесь, как и с визуалом, отлично работает, когда происходит что-то более спокойное. Ни одна из песен, кстати, ни один из саундтреков мне не запомнился, не остался с тобой. То есть они работают во время сцены, они создают нужный эффект, они создают нужную атмосферу, но самые лучшие саундтреки, они остаются с тобой после того, как ты выходишь из зала кинотеатра. Ты вдруг хочешь их переслушать, ты хочешь их найти где-нибудь в Ютубе, они начинают у тебя в голове крутиться и не отпускают тебя. Это самые крутые саундтреки, Спайдермен не там. Все хорошо, все замечательно, но ничего сверх выдающегося, опять же, лично для меня. Ну а теперь давайте, наверное, перейдем к наиболее важным компонентам лично для меня и то, из-за чего мне этот фильм так сильно понравился, потому что на одной красивой анимации не выйдешь, как я уже сказал. Естественно, мы сейчас будем говорить о самом сюжете, о персонажах и о диалогах. Сюжет, в принципе, синопсис я даже вам особо рассказывать не буду. Майлз Моралес, у него появляется новый противник, и они будут сражаться. Я думаю, вы прекрасно без меня знаете, из чего стоит ожидать. Вы, скорее всего, смотрели трейлер. Если нет, посмотрите, он расскажет вам о сюжете гораздо лучше, чем я. Что я бы хотел рассказать? Сам сюжет построен отлично, но немножечко сумбурно. Складывается ощущение, что двум главным персонажам уделяется и одновременно слишком много, и одновременно недостаточно времени. Если в первой части у нас был фокус на Майлзе Моралесе, и мы прекрасно понимали, кто здесь главный герой, то здесь два главных героя, и Гвен Стейси, и Майлз Моралес. И, наверное, на фоне Гвен Майлз немножечко проигрывает. Он тоже очень интересный и протагонист, безусловно. Но именно то, как было показано Гвен, меня заставило очень сильно переживать за нее, болеть за нее, как за персонажа. И когда мы уходим от нее к Майлзу и не получаем больше обоснований ее мотивациям, мне кажется, это недочет. Это то, чего мне не хватало, учитывая то, что когда этот персонаж на экране, она сияет просто так, что затмевает абсолютно всех. И мне хочется как можно больше сцен именно с ней. Как я уже сказал, это не принижает персонажа Майлова. Он по-прежнему замечательный, интересный герой, но, опять же, ничего сверхвыдающегося до последнего получаса фильма я от него, как и персонажа, не видел. Да, он Спайдер-мен. Ну, хороший, замечательный Спайдер-мен, все как нужно, с юмором, с легкостью. То, чего мы ждем от этого героя. И вот, что мне очень запомнилось именно из сюжета, это динамика между родителями и их детьми. У нас здесь есть Гвен Стейси, ее отец, и есть Майлз Моралес со своими родителями. И вот конфликт между подростками и их родителями, это тема, которая повторяется из разу в раз на протяжении всего фильма. И на удивление, это избитое клише лично для меня сработало просто прекрасно. Особенно отношения Майлза и его родителей. Потому что его мама выдает цитаты, которые можно просто вот запоминать. На случай, если я вот стану родителем, обязательно парочку цитат нужно забрать прямо себе. И любым родителям я тоже бы это посоветовал. Я не хочу сильно спойлерить, но вот весь вот этот диалог по поводу внутреннего ребенка между Марией и ее сыном, он просто прям в самое сердечко, прям вот буквально я бы не смог бы даже при самом сильном моем желании придумать, как лучше сформулировать эту идею со стороны родителя ребенку. Просто шикарно, просто идеально. Что еще стоит добавить, учитывая, что мы говорим с вами о Марвеловском проекте? Естественно, здесь есть мета-комментарии. Естественно, здесь есть шутки. Работают они лично для меня 50 на 50. Некоторые шутки прям отлично зашли. С индуса Спайдермена я ржал прямо в голос. Ну, могу себе представить, что скорее всего при дубляже, при переходе на другой язык большее количество юмора может потеряться, потому что там именно вот как бы в оригинале его нужно слышать. Безусловно, огромное количество мета-комментариев, мемчики обрабатываются, огромное количество Спайдерменов и так далее. То есть, есть все эти моменты, которые должны заставить зрителя делать вот типа «О, узнал!» или еще что-то в этом роде. Они, безусловно, присутствуют. Я, как могу говорить, только лишь за себя. Я уже давно не прихожу в восторг от этого всего. Некоторые комментарии вот такие вот мета зашли, заставили лыбнуться, было ощущение какого-то типа прикола. Но в целом это не то, что подымает или сильно опускает для меня оценку на фильм. Опять же, плюс фильма в том, что все эти вот мета-комментарии, шуточки и так далее являются лишь дополнением. Причем достаточно минимальным к основному сюжету. Они не перетягивают на себя одеяло и не являются главной движущей силой сюжета, как во многих марвеловских проектах, особенно последних. Подводя итог этого ролика, хотел бы выразить одну крамольную мысль. Искусство, на мой взгляд, не может оцениваться как сумма своих компонентов. Типа саундтрек, экшен, анимация, сюжет, персонажи, мета-комментарии, юмор. Там 8, там 9, там 10. В результате у нас общая оценка нет. В конечном итоге все может быть замечательно, но когда вместе оно работает, все эти компоненты работают вместе, они хуже, либо наоборот. Поэтому Spider-Man в конечном итоге, не обращая внимания даже на то, что есть компоненты, которые работают меньше, которые работают хуже, это просто замечательное представление, которое обязательно стоит посмотреть в кинотеатре, если у вас есть такая возможность. Оно понравится вам, любите ли вы анимацию, оно понравится вам, любите ли вы отличных, интересных персонажей, оно понравится вам, если вы хотите просто развлечься и посмотреть что-то интересное. И если фильм, третий фильм в трилогии, выдержит тот же уровень, что и второй, либо подымется еще больше, точно так же, как второй поднялся над первым, то вполне возможно у нас будет очень-очень хорошая трилогия. Вполне возможно одна из лучших. Заслуживает ли этот фильм 9.1? Заслуживает ли он того, чтобы быть выше на шкале МДБ, чем «Темный рыцарь» Кристофера Нолана? Опять же, естественно, это всего лишь мое мнение, но я считаю, что нет. Тот фильм уже прошел проверку временем, сейчас вокруг этого фильма большой хайп, потому что действительно он дает то, чего не хватало зрителю достаточно много. Но я не считаю его лучше, я не считаю его и сильно хуже. Они очень отличаются. Есть мрачная супергеройка и есть позитивная супергеройка, и не просто так Спайдермен является одним из наилюбимейших супергероев уже несколько десятилетий. И этот фильм доказывает, что ваш дружелюбный сосед Спайдермен по-прежнему могет. А кто еще могет, так это вы, поставить лайк этому видео, подписаться, если вам интересен такой контент, написать какой-нибудь интересный комментарий. Ну и, как всегда, хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и на Патреоне. Ваша финансовая помощь делает этот канал возможным и дает ему шанс развиваться. Как всегда, всех люблю, всех целую, да сияет вас свет, и не забывайте, фэнтези это круто. Субтитры сделал DimaTorzok